Да, тема сегодняшней презентации Spring Gap on WebFlux. Я знаю, что презентации по WebFlux уже были, но они в основном затрагивали именно теоретические моменты, объясняли в принципе, что такое реактивное программирование и как Spring помогает нам в этом, что нам предоставляет для реализации реактивного программирования. В данной презентации сегодня я постараюсь рассказать о том, как WebFlux ведет себя на практике, показать примеры, потому что у меня был небольшой опыт работы с WebFlux на проекте и рассказать о его преимуществах и с такими нюансами мы столкнулись при работе с этим фреймворком. Да, ICD. Меня зовут Алина. Я Java-разработчик компании SoftSort. Ну как разработчик? Я работаю 4 месяца, то есть я интерн. Но небольшой опыт у меня есть, и сегодня я буду им делиться. Структура презентации. Сегодня я расскажу про структуру пакетов Spring E5, почему мы использовали WebFlux. Немного расскажу, что такое реактивное программирование. Напомню, и как оно реализовано в WebFlux, как работает тестирование и security. И также, конечно, не совсем это относится напрямую к WebFlux, но расскажу про эту документацию и тоже о проблемах, с которыми мы столкнулись при решении и документировать наш REST-сет. Стэк технологий. В принципе, на проекте мы использовали следующий стэк. Это Java 8, Gradle, Spring RedDocs, Spring WebFlux, WebClient. И для тестирования Gini 5. И в презентации будет тоже небольшое приложение с использованием этого же стэка. Начнем с того, что нам предлагает Spring для реактивного программирования. Spring 5 включает новый модуль Spring WebFlux, как вы уже все знаете. Идет он параллельно с Spring MVC. Spring WebFlux является частью Spring 5 и обеспечивает поддержку реактивного программирования для веб-приложений. В принципе, оба этих фреймворка существуют по-копопу в Spring Framework, и они являются как бы optional. То есть вы сами вольны выбирать, что будете использовать. Либо это Spring WebFlux, либо Spring WebFlux. И в некоторых случаях, например, вы можете использовать, к примеру, веб-клиента из Spring WebFlux в Spring WebMVC. Веб-клиент используется для того, чтобы произвести запросы, в принципе, штифик запрос. Веб-клиент используется для веб-клиент использования. Как вы уже поняли, веб-клиент использует нас возможность реализации реактивного программирования. Напомню, что такое реактивное программирование. Уже, наверное, все это слышали, но я повторюсь. В принципе, основная концепция реактивного программирования базируется на неблокирующем вводе и выводе. То есть обычно при обращении к некоторому ресурсу, это может быть база данных и какой-либо удаленный сервис, мы получаем результат тут же, грубо говоря. При неблокирующем обращении к ресурсу наш поток не останавливается на обращении, а продолжает свое выполнение. И уже результат мы получаем позже и при необходимости. Также важным механизмом в реактивном программировании является back-pressure. Это возможность как бы в неблокирующем коде, то есть есть некий источник данных и есть некий подписчик на эти данные, которые как бы получаются, данные, которые выдает наш источник. И back-pressure — это именно возможность контролировать скорость, с которой наш источник передает эти данные, ну как бы их выдает. Для того, чтобы наш подписчик успевал, в принципе, как-то на них реагировать и их обрабатывать. Так, веб-флагс основан, работает на реактивном HTTP-уэре и использует Net, как вы знаете. Конечно, можно сконфигурировать и выбрать другой веб-сервер, тот же Concad, но, в принципе, по дефолту Spring Boot использует Net и в своем проекте мы также использовали этот сервер для реактивного программирования. Также веб-флагс поддерживает две модели программирования на основе аннотации и функциональной веб-сервера. Ну, на основе аннотации это такой классический подход, он практически не отличается от Spring MVC, вернее, он использует те же аннотации, что и Spring MVC. И, в принципе, будет понятен для всех, кто ранее писал контроллеры в классическом стиле функциональный. Функциональный подход более интересен с использованием лямб, то есть более функциональный, реализация функциональ, чем в Java. Также еще хочется выделить то, что реактивное программирование, оно не заставит ваше приложение работать быстрее. Ну, как бы, нужно понимать, что для реализации тех же неглокирующих элементов может потребоваться несколько больше действий, что вследствие будет влиять на скорость, ну, как бы, работ. Но главными и ожидаемыми преимуществами реактивного программирования является масштабируемость и отказоустойчивость. За счет чего масштабируемость? За счет того, что наш источник данных и подписчик, они как бы между собой не связаны. И за счет отсутствия этой связи мы, в принципе, можем создавать какое-либо угодно число подписчиков. Например, у нас есть один источник сабскрайберов, мы создадим там 10 или 20. И из этого выплывает также отказоустойчивость, потому что если один обработчик завалится, например, в потоке выйдет какой-то эксепшен, и как бы сабскрайбер умрет, то у нас будет альтернативный сабскрайбер, который сможет обработать данные, которые выдает наш источник. Дальше. Да, я уже это сказала, Spring, MSC и Spring Web Cloud идут параллельно. Кажется в том, что Spring, MSC базируется на Seriet API, Spring Web Cloud базируется на HTTP reactive streams и использует в качестве веб-серверов Tomcat, Jetty, Matty и BlanderTool. Это все конфигурируется, и я уже говорила, мы использовали Matty. Для реализации реактивности Spring Web Cloud использует реактор, то есть включая в себя реактор Core. В принципе, то же самое, это по дефолту. Мы могли бы использовать и RxJava, но RxJava в основном используется в Android, насколько я не знаю, и к тому же реактор Core как бы он не встроен, поэтому мы, сколько мы парились на этот счет. И что же такое реактор? Это библиотека Java 8, которая реализует модель реактивного программирования. Построен он поверх спецификации Reactive Stream Specification, то есть стандартного для создания реактивных приложений. И для того, чтобы приложение было реактивным, первое, что оно должно сделать, это создать подобные данные. В принципе, без этих данных нам бы не на что было реагировать, поэтому это логично. И Reactive Core представляет нам два типа данных, которые позволяют нам это сделать. Первый — это Flux. Почему-то флоу ошибочка. Это Flux, который может выдавать от нуля до N элементов. И второй способ сделать это с Mono, который представляет собой поток из нуля либо одного элемента. Как я уже сказала, Spring-Pour Flux зависит от реактора Core. Использует его внутри для того, чтобы обеспечивать поддержку реактивных потоков. Использует эти два типа, Mono и Flux. И поддерживает модель на основе аннотации и на основе функциональных подходов. Мы в проекте использовали именно аннотейшн-бейст модель, но в презентации дальше я покажу более интересный вариант. Это функциональный подход для реализации сервера. Расси сервера. Что нужно для того, чтобы начать наш проект, написанный на WebFlux? Мы использовали в качестве системы сборки Gradu. Для того, чтобы, в принципе, начать наш проект, нам нужны, как всегда, стартеры, которые облегчают нам работу конфигурации. Мы использовали это WebFlux, который также включает в себя и React-Pour, то есть подтягивает эти dependency. Security, Team-Lift и Data-JP. Мы использовали в качестве базы данных подраз. И, в принципе, в Spring-E нет. Это реализационная база, она нам была нужна. Мы не использовали реактивный, не блокирующий доступ к базе данных, потому что, в принципе, нам данные не нужно было не нужно натаскивать, то есть в базу мы просто их кладем. И, в принципе, необходимости в реализации реактивного доступа к базе нам нужно было, поэтому мы использовали возраст, ну, и, в принципе, GPA. Доменная область нашего тестового проекта — это проект про Котов, потому что все их любят. И, да, это наша модель, класс Кэт, у которого есть имя, возраст и показатель, агрессивный этот код или нет. Использовался здесь в Кламбук. для сокращения нашего кода не нужно вам пример REST-контроллера на основе аннотации. В принципе, такое мы использовали в нашем бректе. Как вы видите, на первый взгляд, это обычный контроллер, и он, в принципе, ничем не отличается от Spring WebMVC, кроме одного «но». В качестве возвращаемого типа он использует типы реактор. Реактор Core — это Mono и Flux, которые как бы и предоставляют нам возможность этого реактивного прокренирования. Тет-контроллер, как видите, использует все те же аннотации, которые использовал Spring WebMVC, обычный, то есть REST-контроллер, постмаркетинг, кет-маркетинг и так далее. Здесь только get-metод и в принципе суть этому отражена. Мы используем text-сервис, который связан, ну, то есть предоставляет нам данные, его реализацию я не буду показывать, потому что это, в принципе, обычный сервис, он как прослойка нет, от базы к нашему контроллеру, там, в принципе, никакой логики. Самое интересное это наши методы get-by-get-id и get-all-get. get-by-get-id Обычный метод, get-метод для получения нашего кота по ID. Как видите, мы обращаемся к get-сервис и здесь мы используем стримы. Сервис нам возвращает монотип, реакторов и монотип. То есть либо он возвращает одну сущность либо он не возвращает ничего. Если он возвращает одну сущность, если она существует по ID, то есть нашего кота, то мы возвращаем респонс NFT со статусом OK. Если как бы котик не найден в нашей базе по ID, то поток переходит в метод default empty и возвращает нам 404-ю ошибку not found. Тут в принципе все просто и понятно. Flux getMapping getAllCats возвращает нам список всех котиков и здесь в принципе это очень минималистичный метод, который просто использует, вызывает метод нашего кет-сервис и наш кет-сервис возвращает как бы Flux именно поток котов. В принципе тут тоже ничего сложного и в принципе ничего интересного, так как он очень схож с обычным контроллером, который ведет все по тысячу раз. Более интересно и то, что предоставляет нам WebFlux это функциональный подход для реализации нашего REST сервиса. Вы сейчас видите в класс кет-роутер с аннотацией конфигурация, у которого определен один BIM, который возвращает router function в сервер response и на вход он принимает кет-стендер, кет-стендер используется для обработки наших реквестов, которые идут через вот этот роутер. Кет-стендер мы рассмотрим далее, а сейчас посмотрим на этот метод. Видите, он возвращает router functions с использованием router functions route метод. Этот метод на вход принимает предикат, в котором мы описываем какой метод нам нужно перехватывать и что он получает на вход и куда нам идти после того, как мы получили этот запрос. В данном случае мы идем на get-shamper get-metod. Дальше get-metod. и в принципе конечно мы не ограничиваемся одним раутом, можем создать цепочку для того, чтобы перехватывать множество этих маршрутов. В данном случае мы перехватываем get-metod на получение кольца по льтишке и get-metod для получения списка кольца, который идет в get-shamper all метод. так и вот hander как раз он и занимается тем, что обрабатывает эти запросы. Он у себя принял ссылку на get-repositorio и для того, чтобы было откуда тянуть наших котов сам get-shamper объявлен как компонент и мы видим у него два метода get- o, которые были использованы здесь в предыдущем примере кет-раутер. get и all в принципе метод get довольно очевиден как по мне возвращает он моно сервер респонс на вход принимает сервер реквест и в самом методе мы во-первых мы извлекаем его паспор и дайди того чтобы узнать по какой рейдишке тянуть хота вернее с такой рейдишкой хота короче тянуть хота и возвращает вернее с этой рейдишкой мы включимся в репозиторий так как у нас в принципе репозиторий доступ к репозиторию не блокирующий то есть нереактивный нам нужно этот респонс продавать в моно и уже с этим моно мы возвращаем на реквест который был то есть get get by id мы возвращаем кота либо возвращаем либо кота либо возвращаем на хаун в принципе это понятно и метод о также принимает на вход сервер реквест возвращает к сервер респонд так же самым мы идем кетс репозиторий достаем всех котов и возвращаем этих котов в качестве сервера респонд то есть интересный функциональный стиль для тех кто в принципе любит такой подход вот с контроллером мы в принципе разобрались веб-клиент веб-клиент используется для для того чтобы производить веб-запрос то есть интерфейс который позволяет нам производить рест-запросы то есть это реактивный аналог рест-темплейта вот он был создан как часть реактивного модуля в спинге и в принципе это замена реактивный рест-темплейту вот и также этот клиент может использоваться не только в веб-флаксе но и обычно в начале я упоминала что может использоваться и также в обычный стринг веб-нвси например для того чтобы увеличить каком нашего приложения за счет того что запросы будут выполняться параллельно веб-клиенте и таком реклесты параллельно для того чтобы работать с этим клиентом нам нужно во-первых создать инстанс выполнить запрос и обработать этот запрос в принципе есть три способа для того чтобы создать веб-клиент вы видите сейчас то есть либо обычное создание с помощью метода create либо мы указываем также и URL по которой мы будем то есть куда мы будем в принципе стучаться либо это кастомное создание в принципе которое программист сам под себя подстраивает и сам конфигурирует все эти вещи для создания для билда нашего веб-клиента запроса создания запроса мы пользуем метод вернее метод метод в котором указываем какой метод HTTP мы используем т.е. пост гетс делить например и также URL то есть в принципе куда мы будем встречаться и откуда мы будем вытаскивать наши данные получение респонса в принципе можно получить респонс двумя способами либо с помощью метода Exchange либо с помощью метода R3 разница в том что в принципе с помощью метода R3 мы тут же вытаскиваем вводи нашего респонса и затем делаем что нам нужно это что касается веб-клиентов дальше рендеринг это новый интерфейс в Spring 5 то есть в принципе это используется для HTML рендеринга мы использовали в InViv для в нашем проекте вот и качественное рендеринг то есть это сравнимо с моделом N-Vue как было в Spring N-V-C контроллере поддерживается как возвращаемое значение в наших веб-факс контроллерах и также является R2 пример нашего Vue контроллера в принципе видите те же самые методы get-get show-get by-id show-get и то же самое то есть мы говорим какая рубушка какое у нее имя закладываем наши данные в модельку и возвращаем это в качестве рендеринга вот у нас два метода в одном мы кладем модел кодом для кота и отдаем его и show-get мы отдаем с этих котов это что касается веб-факс контроллера и кстати с рендерингом была одна проблема она касается тестирования как раз сейчас тестирование я дальше о ней скажу в принципе тестирование ну это важная часть разработки и спринг предоставляет нам такую штуку как веб-тест кайм для тестирования нашего рест сервиса то есть это некая оболочка поверх веб-клиента и используется она для того чтобы мокать запросы наших тестов запросы и респонс и в принципе у веб-тест клиент поддерживает три опции для того чтобы запускать наши тесты без поднятия нашей серии bind to контроллер bind to application context и bind to relative function в нашем проекте мы использовали bind to application context но я покажу все примеры в общем веб-тест клиент в принципе так все делается в спринг-блете на основе аннотации то есть нам достаточно просто накинуть на наш тест автоконфигуровать тест клиент для того чтобы его использовать в наших тестах ну конечно также нам нужно его сконфигурировать привязать его к application context да вы видите это по методу в методе setup мы конфигурируем нашего клиента так и тестируем наш метод getGetPyD то есть мы проверяем что действительно возвращаем того кота по кодичке которая нужна что мы действительно получаем ответ окей и что в баде мы видим кота и в принципе это похоже на mockNBC в web.mdc тест и здесь ничего сложного кроме того что web.mdc клиент поддерживает реактивный подход да и проблема с тестированием рендеринга конечно же нам нужно было тестировать наш view контроллер и проверить что он возвращает то что ожидается то есть что он возвращает нам внушку с таким именем что он содержит то что он возвращает и кладет в модель то что нам нужно что он кладет нам кота или кота которых мы ожидаем и мы столкнулись с такой проблемой что web.mdc клиент не позволяет извлекать данные из модели то есть мы не можем проверить что действительно с рендерингом вернусь или набор который это не очень приятно я надеюсь что это будет доработано но пока что в принципе мы не начали способ это оттестировать в принципе вы видите тестерный метод здесь мы проверяем что просто без секьюрт без контентчал у нас идет директ на логин пейджу в принципе и нет метода который был проверял что действительно мы заложили в модель то что нужно это было не очень приятно при написании теста ну не очень удобно секьюрити конечно же нам обязательно нужно засекьюрить наше приложение для того чтобы посторонний короче хакер не смог вытащить наших котов из базы и конечно же Spring 5 предлагает нам секьюрити для реактивных приложений он предлагает нам новые новые инструменты для реактивной секьюрити такие как реактивная логиняшин менеджер и например реактивная логиняшин менеджер адаптер enable web cloud security понятное дело администрация которая делает сумма и которая врубает эту реактивную секьюрити в нашем приложении вот и наверное сразу покажу пример тоже не очень большая класс конфигурации security конфиг также Spring 5 в методе security web filter chain видим на входе сервер http security это новый класс который появился в Spring 5 и мы можем его использовать в Spring Web Cloud в принципе и в данном случае у нас обычная security минимальная то есть мы используем форму ну логин форму короче говоря и также новая штука это Map Reactive Details Service тоже с реактивной поддержкой которая используется для защиты нашего Web Flux приложения и также еще есть приятный бонус от Spring 5 для людей которые не любят сталкиваться с френдендом как я ну которые стараются минимизировать эту связь это стилизированное логин пейджа использование bootstrap то есть в принципе раньше это была обычная формочка не очень красивая сейчас она немного посимпатичнее ну симпатичнее чем если бы я это делала вручную эту тузу и документация при выборе тузы для документации конечно очень важно писать вернее документировать свое приложение и в нашем случае ну Reservice и в нашем случае у нас был выбор между слайдером и стримфресс docs но проблемка возникла что слайдер не поддерживается в стриме так вебфлакс так как он использует какие-то веб MVC импорты и в принципе приложение не запутится если вы захотите прикрыть слайдер вебфлакс поэтому выбор пал на Spring Red Docs очень удобная штука она конечно не очень связана с вебфлаксом но я все таки расскажу как она использовалась в нашем приложении Spring Red Docs он работает только со Spring Framework 5 и Java 8 и в принципе его плюсы то у него много плюсов с которыми мы столкнулись так как это документация напрямую связана с тестированием приложений в принципе Spring Red Docs использует фрагменты в созданных тестах с использованием например вебтест план как это было в нашем проекте и помогает гарантировать точность документации нашего сервиса то есть грубо говоря если фрагмент уверен тест который его производит в шлиплее в принципе клин код в свакере если кто-то его когда-то использовал все перекладывалось на аннотации и в наших контроллер в которых без того много аннотаций появлялось еще плюс тысяча штук которые запресняли наш код и в принципе оно никак не влияло на функционал это просто чисто инструменты документации но тем не менее контроллеры получались громоздки и ну короче не очень удобно спинка рездокс как я уже говорила работает на тестах и плюсы его во-первых в том что разработчик ну как бы для того чтобы сгенерировать документацию тебе нужны тесты что мотивирует для того чтобы следовать тест-дрирунг девелопмент-подход к этому и плюсы стринка с докс также то что наша документация моментально реагирует на любые изменения в нашем ресс-сервисе и она всегда актуальна так как я договорила тест-дрирунг девелопмент всем знаком сначала мы пишем тест который падает в котором мы описываем то что мы хотим видеть от нашей программы то что она должна выполнять тест падает мы пишем под этот тест код для того чтобы наш тест работал и потом рефакторим его в ходе и так в принципе это циклично и в ходе и в этот весь процесс вклинивается в принципе генерация нашей документации далее я покажу как с помощью градла и плагина для аске-доктора который использует REST DOC генерируется наша документация она срабатывает сразу же после тестов то есть если наши тесты не прошли то документация как бы тоже не генерируется это удобно и сам процесс генерации этих документов как я это говорила сначала пробегают все наши тесты если они успешны то генерируются сниппеты сниппеты я дальше покажу на примере в принципе что это такое сниппет ну то есть сниппет представляет из себя сериализованную текстом представления информацию часть составляющей HTTP запросов и наиболее часто используемые сниппеты это HTTP request HTTP response request body response body и пас параметров это все я так покажу и уже на основе этих сниппетов будет генерироваться наш документ который может иметь в принципе любой формат в зависимости от того что например в нашем проекте это был HTML то есть у нас в итоге формировалась HTML-страничка HTML-дока где была вся наша документация и в данном примере также как будет HTML да но сначала нам нужно конечно сделать несколько шагов для того чтобы сконфигурировать наш REST-DOX так как я уже говорила смык REST-DOX использует ASCII-DOCTOR по умолчанию он обрабатывает простой текст и создает HTML оформленный и в соответствии с потребностями то есть то что в принципе мы сами определяем как будет выглядеть наша документация но при этом она генерируется в принципе сама просто сам внешний вид определяем мы и в Bradley нам необходимо прописать некоторые зависимости которые мы будем использовать это REST-DOX ASCII-DOCTOR и REST-DOX WebTest Client для того чтобы мы использовали ранее WebTest Client и на его основе будет генерироваться документация первые первые шаг это конечно же написание тестов это тесты которые я показала ранее просто уже с добавлением нашей документации вернее методом для того чтобы ее сгенерировать как вы видите в конце каждого метода мы добавляем consume width который принимает на ход документ этот документ это и в принципе есть наши сниппеты то есть выполняется прогоняется тест как бы выполняется наш реквест и мы получаем какой-то респонс и вся эта информация будет отображена в наших сниппетах для того чтобы в дальнейшем использовать ее в нашей документации в данном случае мы будем показывать path параметр с параметром business id и его description в принципе здесь минимальная конфигурация наших раздоков конечно же можно ну у нас в принципе и методов не очень много но конечно же там можно генерировать кучу всего и все это в принципе в тестах происходит а не входит как это было в файле дальше адок темплейт это то куда мы в принципе подставляем наши сниппеты и это темплейт для создания нашей html странички с уже сформированной документацией ну есть в принципе много написано просто нужно понять что сюда так вы видите include snippets и далее там response body pass parameters мы сами определяем структуру нашего документа и ее внешний вид а уже сниппеты подставляются аналитически дальше аске доктор да мы должны описать детально куда что отружается куда поднимутся наши сниппеты откуда их брать где наш кемплейт и так далее вы видите depends on тест то есть это аске радуловская зависит от теста и если мы захотим ее выполнить аске доктор для генерации доков то сначала нужно чтобы продажались все тесты и если успешно то окей будет генерированный сниппет и будет генерированный док а если не успешно то тогда идем уфиксим тесты input dir нам нужно указать директорию в которую будут загружены наши сниппеты source dir это директория в которой находится наш ad hoc template для того чтобы понимать где его в принципе брать output dir это локация то есть куда вы загружать в принципе можно готовый документ уже готовый сформированный HTML сформирован HTML страничку можно загружать куда угодно куда пожелаете в данном случае они выгружаются в статику ad hoc то есть именно там нужно искать уже готовую документацию вот и атрибуты snippets это те атрибуты которые использовались здесь в include snippets мы определяем блокад где находятся наши дальше после прогона тестов происходит генерация теснитов конечно если все успешно прошло сами по себе они не очень интересны и штабельны я бы сказала на примере мы видим HTTP request ad hoc и HTTP response ad hoc то есть здесь мы видим какой HTTP запрос был выполнен у нас был выполнен get get по ID 1 и HTTP response содержит информацию вернее response мы получаем ката с ID 1 и с именем он адрес и внутри код дальше эти сниппеты мы будем использовать для генерации доков в принципе вы видите это так же сгенерированная HTML-страничка и в принципе стандартная странировая привычная приятная для чтения приятнее чем это мне кажется и в принципе удобно здесь видим table of conferences коты опять же где здесь как мы видим подставлены сниппеты наши генерированные то есть HTTP response HTTP request который был выполнен то есть пример и таким образом мы можем как бы влиять на нашу контакцию и генерировать то что нам вернее не генерировать а генерировать такой внешний вид и в принципе такое мы использовали на проекте и это реально удобно погадая тестам потому что я сама тесты не очень любила писать а документация не стояла мне надо делать потому что без нее без тестов ее бы не было в принципе это все что я хотела сказать о данной презентации и вопросы может быть ты в курсе как реализована секьюрити в вебфлаксе в стандартном варианте там есть фильтр но там все понятно по синхронной версии а вебфлакс как это делает можно еще раз очень плохо слышно так слышно лучше да так лучше у меня вопрос по поводу того как реализован секьюрити на вебфлаксе то есть в стандартном синхронном стеке в сервере аппи там есть фильтр ну или набор фильтров то есть секьюрити которые это все реализуют в случае вебфлакс что там используется в случае вебфлакс использовал сервера в принципе и секьюрити вот в принципе а уже какие-то глубокие подробности из к сожалению не знаю я понял спасибо привет Алина спасибо большое за презентацию отлично вышло я хотела спросить может быть ты знаешь мы можем использовать функциональный подход используя роуты а можем писать контроллеры в чем разница в принципе как таковой разницы я думаю в функционале нет ну в принципе функциональный как бы функциональный подход это то к чему стремится Java какие все стримы обычный классический подход ну как бы он привычен уже для всех и мне кажется здесь уже дело выбора разработчика с чем ему приятнее удобнее работать а по функционалу я думаю особой разницы возможно есть но такой отниматель на другом нет спасибо еще будут вопросы спасибо Продолжение следует...